Хотел бы вначале начать с того, как у нас сейчас идет какая тема. У нас сейчас тема называется жизнь церкви. Мы проходим такие основные. Кто создал церковь? Какие там есть разные элементы жизни церкви? Мы проходим разные такие аспекты. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Какую тему в прошлый раз может вспомнить? И кто, например, хотел бы буквально пару слов сказать, что мы вот это изучали, я это применил в своей жизни, у меня вот что получилось. Есть ли кто-то, кто хотел бы поделиться, какая была тема в прошлый раз? Хотя бы тезис. Да. Вот такая вот была интересная у нас. Такой храм как бы какой-то экзотический, православный. Вот к нему такая же дорога и вопрос. Моя церковь, в которую я не хожу. Вообще это название этой темы я на самом деле услышал здесь, в Ахладоках. И был такой момент, я с братом один читал Библию, спел и проходил мимо соседа. И он такой к нам. А, чего вы тут? Что Библию читаем? А, понятно, говорит, у вас своя Библия. Я говорю, в смысле своя? Библия одна, твоя, моя. Нет, я говорил, я православный, ну из-за того, что в церкви коррупция, я туда не хожу. Но вопрос в том, что, на самом деле, мы не мамы с такими людьми, которые по какой-то причине не избегают от церковных собраний. Есть эта ситуация. Я не говорю, это плохо или это хорошо, ай-яй-яй, почему они не ходят, они должны. Знаете, как сказала одна женщина, которую мы здесь тоже встретили, наша соседка из Москвы, она москвичка, она говорит, Сережа, мы живем в такой стране, где никто никого не напрягает. Так что, не напрягайся. Мы тоже как-то хотели с ней подружиться, поговорить, она говорит, тут никто никого не напрягает. Я говорю, понял. Говорит, если мне эта тема будет интересна, я тебе сама расскажу. Говорит, спасибо. И вот, по сути, так я и понял, что если человек что-то делает, есть ли это какая-то причина. Поэтому напрягать никого не надо, все мы люди хомо-сапи, все это разумные, все голову имеют, как-то мы о ней думаем, не только в нее кушают. Поэтому, в принципе, вопрос какой. Значит, какая-то есть причина, есть какая-то вот. Но мы, в принципе, об этом как раз и размышляли. Почему? Для чего? Библия об этом говорит. И вот мы выделяли определенные направления в этом вопросе. Кто может вспомнить, что мы говорили, то есть какие три области вообще, вообще касающиеся жизни церкви, которые вот, например, для чего люди вообще ходят? Церковь, храм, ну, должны ходить как-то. Кто-то может вспомнить какие-то три области? То есть какие мы, человек преследует цели, ходя, например, в церковь на собрание, имея жизнь в церкви? Да. Отлично. Отлично. Может, кто-то еще бы хотел что-то добавить? А, ничего, ничего, это нормально. Кстати, Виталий Виржил, меня слышно хорошо, не фонит, все отлично, связь. Да, все хорошо, да, слышь. Молодцы. Вы, кстати, меня тут перебивайте, я вам разрешаю. У нас тут много, а вам разрешаем. Перебивайте меня. Да, и вот мы такой тоже, такую диаграмму небольшую, и такой интересный тезис, который я прочитал в книжке, называется «Много шума из церкви». Тезис такой, если вода в своем колодке закончилась, то есть только одно средство, нужно копать глубже. Все, другого варианта нет. Нам не нужен другой колодец, надо просто на эту головку углублять. Три момента. Первый по вертикали, такой символ креста. Кстати, братья, у вас видно экран, да? Я надеюсь, да. Вертикаль – это Бог, горизонталь – это люди, по вертикали, цели небесные – это приблизиться к Богу с исканием сердца. Мы, кстати, читали тоже замечательный текст из Библии «Послание к евреям», 10-я глава. Именно, кстати, мы эти тезисы выводили из библейского текста, это «нет фонаря», как говорится. Значит, там было послание евреям, и он говорит, чтобы мы приблизились к Богу с открытым сердцем, с искренним душой и служили друг другу. То есть там вопросов Павел или автор этого текста, ну, кто-то говорит, что там не Павел написал. В общем, автор послания к евреям говорит, что есть, на самом деле, два направления, по которым мы идем. Первое направление – это к Богу, второе направление – горизонтали к людям, да? Приблизиться к Богу, очиститься от порочной совести крови Христа, обновить исповедание веры, вместе поклониться Богу, получить исполнение с людьми. В принципе, это горизонталь понятная. И часто, приходя даже в церкви, как бы, ну, есть разные исторические церкви, там много символизмов, какие-то иконы, статуэтки, там, и вот люди приходят, вот они смотрят и что-то вспоминают и так далее. Цели социальные – служить друг другу, пропускать людей добрым делам, ободрять друг друга. То есть мы, как церковь, друг друга ободряем, там, брат и мам, не скучай, не переживай. Мы тоже, кстати, встречались в среде недели, помолились, там, пообщались, там, сподрили друг друга. Третий момент – завести дружбу, почему бы и нет, почему бы и не найти хороших друзей церкви. Почувствовать себя частью большого целого, что я не один, нас много. И пятый момент – получить помощь материальную и социальную тоже, почему бы и нет. Если раздают помощь, почему бы и нет. И еще такой момент очень классный, когда, это я считаю более глубокий уровень, когда я прихожу в церковь даже не получить, а уже отдать, послужить. Был когда-то, когда-то тоже такой момент у меня, ну, как-то я был в большой церкви, там было полторы тысячи людей, такая центральная церковь в городе Киеве. И тут один брат такой постоянно сидит, такой, такой, что они уже эту притчу пятый раз там типа, я уже за год пятый раз слышу. Да вот этот текст вообще простой. Он постоянно такой сидит, такой и грустный, что-то ему уже не нравится. Я говорю, слушай, браток, тебе уже пора как бы самому что-то делать, уже не оценивать, а может быть, проявить свои дары и вперед. То есть ты уже такой, например, ты уже разбираешься и принять те, какие не те. Говорят, да нет, мне не сюда доходиться. Вот, поэтому, ну, когда я уже не просто критикую, а я уже что-то делаю, это говорит о том, что я духовно возрастаю, я уже готов служить. Вот, в общем, вот такая была тема, в прошлый раз мы об этом много. Третий момент. Предостережение христиана, послал Павел или автор посланий к евреям, он предостерегает христианам, он говорит, неправильно, что... Почему христиане собрание оставляют? Или говорят, не оставляют собрание вам. Понимаете, да, вот там написано в этом тексте. Есть три причины как минимум. Первая причина – неправильный мотив прихода в собрание или там церковь и так далее. С неправильным мотивом сейчас приходит. То есть он пришел с одним мотивом, что-то не то, кто-то что-то ему не подобился и ушел. Второе – это греховное упражнение. Человек может приходить, может быть, он думает, что на него все смотрят, он осуждается, что вот на него все смотрят. То есть неисповеданный грех. Третий момент – неспособность служить другим. То есть человек... Был кто-то в такой случае, это мой хороший друг, у нас такой большой холл был, он такой стоит, и такой стоит, и все выходят в церковь, заходят, общаются, он говорит, у нас какая-то и церковь недружная, вот ко мне никто не подошел и со мной не договорился. С какого праздника? Как написано в Библии? Хочешь иметь друзей? Что надо делать? Кто помнит? Быть дружелюбным. То есть я хочу иметь друзей, что я имею в виду? Я тоже помню. Я иду с китайцами общаться. Хотя Андрей поделился, у него был опыт, когда он даже и хотел подружиться, и то ему было тяжело. Но как-то в церковь попал, где люди такие закрытые. Но в принципе, момент работает. Если я иду с желанием познакомиться, подружиться, послужить, что помочь нам, что принести? Человек быстро вливается в коллектив, и он быстро становится частью коллектива. Друзья, сегодня мы будем говорить об интересной теме. Вообще, тема молитвы. Кто-то может сказать, да, слушай, сколько можно же по молитве. Постоянно о молитве, да, о молитве. Смотрите, мы сегодня будем говорить не просто о молитве. Мы сегодня будем говорить о молитве специфической. Это общественная молитва или молитва, церковная молитва. То есть мы обычно, когда говорим про молитву, о чем мы вспоминаем, это моя молитва Богу. Друзья, вопрос какой у меня сейчас? Что такое молитва и какие есть виды молитвы? Кто мог бы поделиться? Что такое молитва? Такую формулировочку кто-то мог бы дать коротенькую. И какие виды молитвы? Молитва – это общение с Богом. Общение с Богом. Отлично. Хорошо. Хорошо. Это так очень… Молитва я там и я с кем. Так. Ага. То есть это лично, индивидуальная молитва моя, персональная, да? И когда я вообще молюсь других людей, да? Ага. Это… Ага. Еще какие-то варианты есть? Ну, понятно, конечно. Ну, это да. То есть я могу опять же со всеми, либо индивидуально, да? В принципе, друзья, абсолютно верно, если со всем это все вот так вот обобщить. Две молитвы. Молитва личная, молитва общественная, да? Тоже встречал часто такую ситуацию, когда, например, вот особенно в исторических церквях, там католическая, православная, там амгликанская церковь, очень часто люди воспринимают молитвы только как общество. Я пришел в храм по молитвам. Вот, да, где-то. То есть мне надо, ну как это я без храма могу молиться, например. Мне надо в костел прийти помолиться, да? То есть такой момент, что как будто вроде бы и другого места нету, то есть я не могу как будто дома, да? И вот бывали моменты, вот я с человеком разговаривал про молитвы, человек говорит, да не, я не знаю, как молиться, а я молитвы слов не взял с собой. Ну, как-то вот тут, да? Есть моменты, когда наоборот. То есть человек, когда говорит про молитву, он в основном понимает как личные отношения с Богом. В принципе, я и сам по себе молодец. Я сам могу молиться, да? Вот. И так как в основном, в принципе, мы такие вот люди, которые очень большое делаем упор на личных отношениях с Богом, именно на личной молитве, вот именно я бы хотел больше поговорить об общественной. Потому что часто вот есть перекос либо в другую сторону, либо в другую сторону. Но так как все мы в основном имеем опыт личных отношений с Богом, нам надо немножечко, я думаю, было бы полезно вообще поразмышлять, для чего вот нам собираться, для чего нам надо вместе молиться. Друзья, вот вопрос. Мячик снова кидаем. Для чего мы помолимся? Что поделиться вообще? Поддержка друг друга. Отлично. Что еще? Братья, вы там меня перебиваете? Вы там не стесняетесь? Да. Отлично. Там, друзья, вы можете друг другу передать. Да, вообще коллективная молитва вот такая. Ну, больше это то, что… Ну, когда мы уже, как говорил Иван, двое и трое, когда нас уже, я не я один, например, а мы уже коллективно. То есть либо вот мы сейчас, да, собрали. Или там, да. Или мы, например, согласились на какое-то время молиться. Ну, мы вместе, да. То есть с кем-то уже. Вот больше об этом идет речь. То есть вот Иван сказал, что где двое и трое, с утра на время мое, там, я посреди них, да, там, Христос говорил. Андрей, что ты хочешь? Иван сказал, что это очень непростое место, а при желании и обращаетwo. Потому что на самом деле, на самом деле, это было И в одно почерто, может быть, большинство слов. Ага. Вы очень понимаете, что каждый раз, что вы любите, понимаете, что он был одноз scapegoat. И он мог получать пов Chu. И переживание есть. Интересно. Спасибо. Хорошая мысль. Интересная. Да, я так не думаю. А потом мне просто было то, что нужно, не то, что я хочу. У меня хочу на то, что я хочу. У меня хочу на то, что я хочу на то, что я хочу. А вот именно Бог дает то, что нужно. А после я решила, что... Я один раз только это сделала. Сильно мне захотелось реализовать женскую больницу. После нашего сутка, я прям сильно так... И один раз получилось. Но тогда я тоже сказала, вот ты молилась за мужей, а я прям так не хотела это слышно говорить. Но потом мне прям пять часов стало. Ну и она захотела не смеяться. Вот я думаю... И я почувствовала, что это не сила. Вот что мы говорим за кого-то, то, что она не хочет. Но это в другом основе захотеть молиться за то, что надо. Отлично. Взять. Саша? Ага. А мы вам хотели еще сказать. Отлично. Ну, бремя – это такое слово старое, да? Это что? Ну, груст. Это какой-то... Ну, шачок, да? Ну, что делать? Я помню такой был момент. Я был маленький. Ну, я рос как бы пересрочно. И помню, у нас туда выделили огороды. Если кто помнит эту эпоху. Не-не, огороды там по две сотки. Ну, было тяжело. Это конец восьмидесятых годов. Помню. И мы недалеко от нашего дома. И мама говорит, мы засеем там картошку и будем кушать. И вот мы это возделали в две сотки. Я помню такой момент, как мы идем на этот огород. А там минут 20 было. Часто летом. Эти картошки там возделывали. У меня рюкзак такой. Я иду, но я просто умираю. Мне так тяжело. И мама, знаете, что делает? Она берет меня и поддерживает. И вот это облегчение внутреннее такое. Вау. Как будто у тебя рюкзак, а он вообще легкий. Понимаешь, что ты его поддерживаешь? И вот она так просто легенько меня так поддержала. Я думаю, это очень классный пример, когда мы... Вот человек что-то чем-то обременил. И вот кто-то так вот не видит на моей руках, нас сзади так чик-то поддерживает. Друзья, смотрите, я думаю, что мы можем дальше пройти. Вот я написал тоже таких пять вариантов к вам в добавлении. Может быть, что-то повторю. Объединяющий фактор для людей с Богом. Для людей и с Богом, скажем так. Да, немножко тут формулировка. Объединяющий фактор для людей с нас. И объединяющий фактор нас с Богом, как бы так. То есть, когда мы вместе молимся, мы как единое выступаем целое. То есть, мы эмоционально объединяемся, мы духовно объединяемся. Мы... Это объединяющий фактор мощи. Второй такой момент. Мы объединяемся вместе по отношению к Богу, да. Второе. Настраивает молящихся на исполнение Божьей воли. Так не странно. Моляясь по Божьей воле, мы начинаем настраиваться. То есть, может у кого-то какие-то свои мысли. Но в молитве мы как бы начинаем себя отождествлять Божьей воли. То есть, слушая даже молитвы другого человека. Укрепляет в молящихся веру. Моляясь мы укрепляем, сами укрепляемся. Облегчает и укрепляет веру наблюдающих. Например, в этот момент может находиться человек, абсолютно, который может не верующий. Но слушая молитву, например, это тоже может его как-то там в чем-то укрепить в меру, может быть, в чем-то его облегчить этого человека. Почему бы и нет. И Бог часто действует по молитве просящих. Опять же таки. Это способ, каким образом мы получаем ответ на молитву. Кстати, об этом сегодня Бог тоже говорит. Смотрите. Что Библия вообще говорит об общей молитве? Мы сейчас рассмотрим два текста. Вернее, раз, два, три. Наверное, три текста. Ну, не важно. В общем, поскольку двух текстов будет. И мы рассмотрим один замечательный пример, который в Днянии Хапостова что-то есть. Смотрите, я бы хотел начать с Ветхого Завета. Ветхий Завет, он такой, знаете, с одной стороны, ну, это такой гладис мудрости Божий. Мы сейчас прочитаем библейский текст Ветхого Завета. Потом мы перейдем в Новый Завет. Слава Иисуса Христа. И в конце мы прочитаем историю из Геониослов, которая нам даст такой живой пример, как это сработало в первой церкви. Кто мог бы прочитать текст? Вообще, текст, если видно на экране, хорошо. Кто мог бы прочитать? Это второе пословие. Паралипоминон, седьмая глава, двадцать четырех стих. Это новый русский перевод. Да, пожалуйста, Василий. Паралипоминон. Ну, кто мог бы прочитать, что я смогу прочитать с Геониослов, что я не могу сказать, и, как он был в каждом преднаждении. Когда я запрямь небеса, я не буду видеть. Дорога, или, какой же старый шестерст, я сделаю, переношу в дуру, на мой взгляд, если больно, который называется Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Прощу и грех Субтитры сделал DimaTorzok 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 на мультики будешь смотреть, пока ты не потеряешь знания. Нет. Как мы говорим, друг, ты начинаешь, ты перестаешь слушаться, это все, мультиков не будет, мы начинаем ограничивать эти блага. Опять же, мы их ограничиваем до какого момента, когда уши нашего подрастающего поколения начинают нас слушать. И мы видим, все, восстанавливается у нас контакт. Ребенок чуткий, он начинает слышать уже у нас как родителей, и мы опять возвращаем вот эти бонусы, которые ребенок имел. Это я немножко утрирую современную интерпретацию того, что мы говорили. То есть тут немножко Бог пожестче, но он имеет уже дело с возрастными людьми и соответственно, мы имеем дело с детьми. Но где-то похоже такое взаимоотношение отца или родителей и детей, вот они прослеживаются. Друзья, смотрите, в данном тексте речь идет о грехе. Народ отступил, народ забыл, народ возгордился. Бог начинает применять санкции. В результате народ исправляет свои пути, и Бог говорит, я все верну, как было, буду внимательный к вашим молитвам, буду слушать вас. Почему? Потому что народ оставил злые печи. Народ обратил свой взгляд на Бога, смирился, сказал, все, Господь, понял, понял, я все понял. Хочу быть рядом, хочу быть близко. Теперь, смотрите, давайте перенесемся от этой коллективной молитвы народа, когда весь народ смирился, да? Перенесем сейчас в Новый Завет. Что в Новом Завете вообще говорится о коллективной молитве? Иисус, Иисус говорит. Кто мог бы прочитать первые тексты? Да, пожалуйста, Натасилий. Поэтому я говорю вам, простите и вам забыл, ищите, и наиболее здесь, ищите и вам устроили, потому что каждое за хвост, и люди, и кто еще за хвост, и кто еще за хвост, это не просто еще, а в хвост. Я еще раз говорю вам, что если двое из вас в местной земле соотносятся вместе против, о чем и урок, то мой небесный небесный, конечно, сделает для вас все, о чем вы просите. Потому что там, где двое или трое свободно вместе, вы не обойдете прямо, и я выхожусь вместе с ними. Отлично. Здесь уже немножко другой тип молитвы. То есть тут уже другая ситуация, да? То есть уже греха тут нет, тут люди не согрешили. То есть там была конкретная ситуация, где Бог призывает народ к общественной молитве, да? Здесь молитва покаяния, да? Друзья, что в этих текстах? Мы сейчас только в тексте, мы за рамки текста не будем выходить, мы только в нем, да? Мы сейчас находимся. У нас есть два вопроса обычно, которые мы рассматриваем в ходе наших размышлений. Вопрос номер один. Что в этих текстах говорится о Боге? Мы только сейчас о Боге размышляем. Что в этих текстах говорится о Боге? Давайте начнем с первого текста. Так. Бог хочет, чтобы мы взывали к Богу. Ага. Так, хорошо. Что мы о Боге здесь можем извлечь, какую истину? Ага. Чтобы все возможно для Бога. Ага. 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 Смотрите, то есть Бог отвечает на молитву человека. И он дает три такие формы, да? Да. Что получается? Просите, ищите, стучите. Да? Потом смотрите, еще такой момент. Вот в этом, вот это, что это обозначает? Что мы о Боге узнаем здесь? Его Бога, а я вам говорю. Инициатива Бога, да? То есть он говорит, это не то, что вы придумываете что-то или вам кажется. Это я вам говорю. То есть вы делаете это. Вот. Причем во множественном числе. Вы, вы делаете. Что-то Андрей хотел сказать. Я понял, да. Хорошо, друзья. Смотрите. Что еще мы здесь о Боге? Есть ли что-то такое в этом тексте? Вот. Евангелие от Луки, что мы о Боге еще узнаем? Ну, в принципе, как бы так, да? Тут больше о человеке, да? Больше. Смотрите. Еще. Давайте мы о Боге также в Матфея, 18 глава, 19 20 стих. Что мы о Боге там узнаем? И мы потом еще о человеке повторим. Так. Так, 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 так. Сейчас я, потому что... Так. Вот. Он, Отец, Небесный Отец, непременно сделает для вас все, о чем вы просите. То есть Бог, Он хочет, отвечает на молитву. Он спешит ответить на молитву. Угу. Спешит ответить. Угу. Угу. Еще, друзья, что? Угу. 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 Кто среди нас? Угу. 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 Да. Почему бы не? Ну, так с вами говорить? Да, да, да. Ну, вот я, как-то просто, но мы просто прицельем. Да, да, да. Угу. Потому что, когда мы вместе, присутствие Божье, это, ну, не интенсивность того, да? Да, 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 да. Интересно, да? Он говорит, там, где двое и трое собраны во имя Мое. То есть, если мы собираемся во имя Христа, то, он говорит, я нахожусь вместе с ними, с этим людьми. Это точно так же, знаете, вот, например, если человек говорит, ну, а что, нельзя там в ночной клуб сходить или что? Сразу вопрос, ну, с какой целью? Какая цель? Ну, я иду во имя Христа, там, проповедовать или что там, да. А если так, ну, для удовольствия, то я думаю, вряд ли Христос со мной пойдет туда. Ну, как бы так, да? Ну, он тут говорит, что собраны во имя Мое. То есть, вот, эти люди должны быть собраны во имя Христова. И, ну, вот, эти люди часто рассказывают, что, ну, если мы собираемся молиться, как будто мы, как бы, ну, знаете, как, то есть деньги сейчас, так, так, то имеется в виду людей, которые, например, рассказывают там свои, например, желания о людях, да? И это не факт, что мы начнем сейчас от этого молиться. Возможно, когда мы будем соглашаться, о чем молиться, мы можем много сказать. Аня, уверена, что оно тебе надо? Ну, давай посмотрим вот так. Ну, то есть, имеется в виду не соглашаться, вот я сейчас на это вспомню. Интересно, что он говорит, наверное. Ну, не в значении, что давай будем молиться, чтобы я завтра матерей выиграла. И он не будет. Давайте мы все вместе взяли. И вы мне скажите, что, Аня, зачем нам надо? То есть, вы не согласитесь со мной молиться, а, наоборот, меня, ну, как бы, ну, вот, там, вы правите, вы будете говорить, да? Вот это вот именно, мне кажется, в этом, ну, такой вот ошелом, да? Что я, по-моему, у меня много может быть где-то, да? Хочу говорить. Да, мы не согласились. Да, мы не согласились. Да, мы согласились, потому что, раз, мы все хорошо не делаем. Так, ну, смотрите, ну, тут тоже слово «согласиться» как раз стоит, да. Ну, смотрите, оно соглашаться, договариваться, быть единодушными, гармонии. Да, то есть, если мы… 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 Ага. Тебя уже можно направить… Поправить. Да. Мне кажется, ты… Ты не на то слово. У тебя есть там мотивация, это желание. Ага. Знаешь? Чувствуешь, когда у человека, чтобы, бля, за ноги повалиться, да? Чувствуешь сердцем, что, так, за что хочется молиться. И особо тяжело молиться на то, что не хочется. Да. Обычно, когда человеку что-то чем-то рассказывает, и ты сам чувствуешь, как жалоба, или жалоба, или это не помочь. А он говорит, что ничего не может делать, да? Смотрите, да, конечно, давайте, что там, помолиться, что… Да. Друзья, смотрите, вот в этом тексте, что мы о людях узнаем, вы немножко уже об этом говорили, да? Что Христос, он побуждает учеников, последователей, он говорит, просите, пишите, стучите. То есть это какое-то должно быть целенаправленное действие. То есть это не пассивное состояние. то есть он хочет с нашей стороны заинтересованного действия. Да, да, да. Согласиться вместе. Да, вот интересно, не в одиночку, а вот мы и собрались. Мы говорим, друзья, давайте молиться. Вот как-то Бог побуждает за эту ситуацию и за это, да? Смотрите, еще такой момент. Отец Небесный непременно, да, сделает для вас все, о чем вы просите. Ну, есть же ситуация, когда не делает Отец Небесный. В чем может быть проблема? Ну, это чуть-чуть такое, знаете, каверзу в курокусе. Так. Ага. 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 И тут еще, смотрите, тут... Ага. Есть больше вариантов спорта. Кто-то не знает, что сейчас будет. Ага. Ну, то есть, чем я, например, буду через третьей и единой ситуацией, вот я с них одно решение не есть. А мне состояние братского, значит, они просто вообще, ну, то есть, когда я с них даже нужду, типа, там, свои желания, да, то есть даже у меня возможность услышать Бога через них, через вас, да? И помню, у меня была вопроса, она в Украине, она, меня очень обиждано, что, если вы в память не вернулись, я думаю, да. И я реально не спрашивала. Я после его встречи, ну, как же, ну, уже не вернусь. Ну, то есть, я же знаю, что здоровый план, но ты для него выйдешь, но он тебя не станет. Ну, в церкви. Так и случилось. Бог думал, что она за тема, но все это сныло. Такой. А, друзья, смотрите, сейчас половина седьмого. У меня есть предложение сейчас прочитать еще один текст, который, как пример того, как это сработало в первой церкви. И мы потом сделаем определенные выводы, подведем итоги и будем уже в конце молитвы. Смотрите. У меня есть вопросы. У нас 11 глава, вот, что вы сомневаетесь, почему вы не проживаете. Потому что там так, ну, выше сказано, что просить не получите, не получите. Но причина, то что вы, как говорится, если же не прощались, то и отец расследует, и просить два согрешения у вас. Препятствия в молитве есть. Спасибо большое. Друзья, смотрите, еще один текст. Такой большой текст. Большой текст. Но его не сильно будет видно. Он будет прочитать, да, он очень мелким швитом. А, да. Деяние 4, 18, 21, 23, 31. Получится прочитать? Ага. 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 Извините. Правда. Ага. 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 «Посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу». То есть позиция была, чтобы рот закрыть, а он говорит – нет, ребята, я не буду это делать. И смотрите, интересный такой момент. Церковь, они не шли там, все, идем, берем руки милые, сейчас путем против власти, будем сейчас революцию делать. Что делает народ? Он начинает молиться, но называет Богу, потому что как верховные власти. Да, это тоже власть, но они называют верховные, причем, потому что они говорят – Господи, что происходит вообще? Они Иисуса распяли, нам рот затыкают, короче, получается так. Помоги, соверши свою волю, то есть исцеляй больных, совершай знамение, сиди с вами в твое Господне Иисуса, 30 стих. Пусть ты тут главный, причем самый главный. И произошел отклик, произошла ответ на эту молитву, они исполнились Духом Святым. Вот тоже интересный такой момент, вот в этой истории, что вообще, какие мы можем сделать выводы вообще по этим текстам и по этой истории, друзья? Я думаю, что по всем, наверное, вот этим текстам, то есть, что мы можем сделать, какой вывод, во-первых, о важности общей молитвы, когда мы единодушны потом, вот какой мы можем сделать вывод, чему учат вот эти тексты нас? Слушайте, вот классная мысль вот Андрей. Ага. 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 Сейчас. Мне просто где-то пропала иконка там, где ребята наши подключены. Я просто их не вижу. Сейчас. Ага. Наверное. Они с нами на связи, но... Друзья, еще, пожалуйста. Да. Андрей, Андрей, пожалуйста. Да. Я не знаю, что это будет нас яснее, честно говоря. Ага. 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 То есть, это необходимо, если мы хотим, вот чтобы получить ответ к чему, да? С одной стороны, с другой стороны, надо говорить, а не мы общаемся, да? Ага. Ну, если я сама буду говорить, то есть, да? Мне это надо сказать, там, ну, возможно, там, по каких-то проблемных отношениях, ты, по какой-то стад. Там не угодно, надо сказать, где-то, если ты уперишь вам, да? Да. Ага. И с другой стороны, чтобы все такие... Спасибо большое, Анечка. Еще, пожалуйста, мысли какие, что у нас вообще эти тексты улучшат? Я вспомнила, что на этой текстуре, особенно в России всех, я помню условия много, что если ты прощаешься, после этого уже можно что-то просить. Если есть какие-то такие моменты, мне кажется, это тяга, нарядится много, на разные моменты, на разные моменты. Вот это первое очень важно. И второе, важно объединяться, помогать друг другу не вести каждую другу. И вот я согласна, Саня, что надо самому быть открытым, про себя думать, да, и мы тоже в этом примеры для других людей, что мы меняемся так. Отлично. Мне кажется, да, потому что здесь написано, когда верующие об этом слышали, да. И это очень важно. И причем она взят этот отрывок из Витхого Таэта, из Псалтын. И смотрите, еще очень важный такой момент, что они были исполнены с этим духом. То есть это как бы отдельно выделено, что после молитвы Бог их вдохновил, дал им силу идти провозглашать имя Христова. Кстати, вот очень сильно книжников и фарисеев их удивляло, что апостолы проповедовали смело, у них смелость была. Но они такие, знаете, были в начале такие кролики забитые, сейчас нас придут, там лицо нам надьет, как бы. А тут такие, чего там вообще, кто-то тут вообще. Ну, как они имеют за так немножко шутку укрепленную, да? В плане, что дух, кстати, дает такую духовную силу и уверенность, что тебе в откровенном человек начинает лицо там какие-то неприятные вещи говорить. Но тебя это вообще не ранее планирует. Потому что Господь тебя наполняет силой. Он дает силу. Опять же таки, силу, а не сила, нет. Силу родили провозглашение Евангелия. Смысл в чем? Пропаять Евангелия. Что интересно. Друзья, будем сейчас потихонечку уже подводить итог еще. Обычно в конце такой у нас последний вопрос. Что я буду делать? Конкретно я буду и одну вещь могу сказать. Что я планирую сделать на основании этого текста? Почему этот важный вопрос? Потому что в Библии есть такое понятие, как простое послушание. То есть, когда я слушаю Слово Божье, я анализирую его, я стараюсь его применить. И жизнь исполнить. Это мы, кстати, в этот раз многое поговорили, да, братья, когда собирались. Да, пожалуйста, послушайте. Послушайте. Что я планирую в моей жизни исполнить? То, чего, например, я забыл, не исполнял. Или я что-то новое узнал. Я не знал, но я понял, что это надо делать. Кто бы мог бы поделиться? Пожалуйста. Мы сейчас говорим только про себя. Я не говорю там за соседа. Я не анализирую чужие ответы. Нет, брат, сестра. Вот я сейчас так говорю. Я только за себя. Я буду. Я планирую. У меня побуждение сделать это. Кто хотел бы поделиться? Главное. Ну, если я думала, что будет мне надо, я думаю, что может что-то забыли. А мне прямо показалось то, что я забыла. Раньше я когда-то решила, но я не помню, что я перестала это делать. Я сейчас поставила задачу, вот когда мы делаем тексты, подобрать и целую неделю их читать. Так что мы о ней не просто сейчас все прочитала, а потом пришла и вот ей умели рассказать. Да. Я вам прямо как-то открыла тетрадь и вспомнила, что я раньше себе ставила задачу, вот прям читать тексты, прям на задания, потому что у меня даже теперь нужна какая-то проблема, что я понимаю, что мне интересно, как-то оно все в ней одинаково, вроде все уже читала, но она в нас не несет, но просто нет такой специфической темы, что я хочу почитать или какой-либо отрывок. И вот это мне прямо опять-таки сказали, что я буду именно проработать эти тексты, чтобы мы в воскресенье разбираем, чтобы они больше на практике как бы у голове не подошлись на практике. Хорошо. Спасибо большое, Людочка, и в следующий раз ты поделишься с нами. Не, не, не. Мы не будем тебя проверять, просто я думаю, что ты придешь и скажешь, мне вот это я делаю, мне это получится. Спасибо большое, Людочка. Кто бы хотел еще, ну про себя только. Я. 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 просто хочу продолжать пости туда в эту группу, эти молитвенные нужды. И с другой стороны, я хочу молиться, чтобы люди как-то больше открывались и вовлекались в этот процесс. Я. 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 Но если вся церковь болится, то, конечно, все это пополняет присутствует и не совершается, что Богомогу. Видите, Господь так задумал, просто это Божий замысел. Понимаете, в прошлый раз такая была правда. Нельзя две вещи делать самому. Это жениться и быть христианином. Это все равно это комьюнити, это тело Христово. Знаете, а что это валяется пятью пальцами? Это рука, это тело, оно уже будет сама. Только в теле рука. А без тела это член тела, который умрет. То есть в теле это вот он. Хорошо, друзья, давайте я сейчас еще один включу псалом. Мы сейчас его споем все вместе и в конце помолимся единодушно для Божьей Славы. Сейчас. Братья, вы с нами, так что будем... ... ... ...